Новые технологии все активнее входят в жизнь среднестатистического казахстанца. Тратить время в очереди для получения той или иной справки или услуги жителей страны не желают. И массово обзаводятся электронными цифровыми подписями, осваивая алгоритмы работы в личных виртуальных кабинетах. Дамир Абуов оценил плюсы цифровизации. Цифровые технологии в Казахстане будут развивать повсеместно. На производствах, госслужбе и даже на границе. К слову, там уже используют систему, которая сокращает время заполнения декларации с 3 до 1,5 часов. Мы посчитали, что при полной реализации мы экономим только на бумагах 30 тонн бумаги. Автоматизируя процессы, приходится с нуля обучать людей. Вопрос подготовки. IT-специалистов поднимается регулярно. Взращивать нужные кадры начнут со школьной скамьи. Основы программирования планируют преподавать детям со второго класса. Нам нужно будет непосредственно IT-специалисты. Также нам нужно будет обучить людей, которые в своей сфере используют новые технологии. К примеру, врачи. Мы нуждаемся в врачах, которые будут в своей повседневной деятельности использовать компьютерные навыки. Так сейчас работают врачи Уральска. Каждая скорая оснащена GPS-навигатором, а у медиков на руках планшеты. Благодаря этому вызов отрабатывается за считанные минуты. Раньше по рации бригаду ищем, да, звоним. Там на вызов освободилась бригада или нет. Сейчас, конечно, такого нет. Все бригады работают по планшету, сдаются, свой статус указывает, что они свободны. И тут же идет отправка вызова. Поэтому нет такого, что у нас где-то кто-то отстаивается. Цифровизация – процесс масштабный и, очевидно, затронет каждого жителя страны. К примеру, в ближайшие пять лет почти все госуслуги можно будет получить, не выходя из дома. Количество пользователей Казнета к 2022 году достигнет 82%. Своего клиента найдет электронная торговля. Интернет-продажам начнут обучать и малый бизнес. Элементарным базовым вещам, как нужно использовать существующие каналы социальных сетей цифровые, как правильно оцифровать продукцию и продвинуть ее в социальных сетях, как правильно вести учет уже на более продвинутом уровне. Вот эти базовые вещи будут, во-первых, будут обучение, во-вторых, предполагается предоставление на льготных условиях доступа к пакету таких инструментов, то есть субсидирование определенное. Начало реализации программы «Цифровой Казахстан» намечено на 2018 год. Общая сумма вложений составляет более 310 миллиардов тенге. По предварительным подсчетам, прямой эффект от цифровизации экономики к 2025 году позволит создать добавочную стоимость на 1,7-2,2 триллиона тенге, таким образом обеспечив возврат в размере 4,8 и 6,4 раза к 2025 году от общего объема инвестиций. Члены правительства документ поддержали и отправили его на утверждение президенту страны. Дамира Буф, Василия Русалиева и Азамат Саметов. Итоги дня.